А кто тут до меня сидит в боевке? Кто тут до меня сидит в боевке? А где ты в боевке? А где ты в боевке? Давай. Раз. Улыбка. 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 Улыба. Улыбка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Добавил DimaTorzok 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 Для того, чтобы выполнить задание, задание направляется на выкопывание запускается на сервере конвер, который формует черный задание, в зависимости от параметра, параллельного режима, задаются параметры, в каком среду, с какими параметрами, когда, как, в какой последовательности, на каких узлах выполняются эти узлы, проверяются условия совместности этих узлов, то есть, если один компьютер имеет недостаточно памяти, или недостаточно довольный час занимает выполнение этого обладания на том компьютере, то выбираются узлы, которые соответствуют условиям, чтобы набор завдания выполняется наиболее оптимально. Это все набор параметр, я задумался. Добрый, следующий слайд. Загалом, чтобы показать обширение той системы в мире, то есть график привезенный по Украине. Ясно дело, что наиболее проектов, известных, зарегистрованих, есть святая спільнота этих проектов, не больше их в Штатах, потому что это все, как вы думали, в Штатах, и их там проводили. Но значительное обширение, оно бывает и в Европе, наступный слайд. Есть такая вот карта станок на Сече, на которой намальнованная количество узлов по краям. В основном это Немеччина, Франция, есть несколько в России, в Польши, в Украине такие проекты так же истинуют, только они не зарегистрированы в святой спільноте, они используются незалежно, поэтому на этой карте их не видно. Почему выбираем систему Контакт? Она достаточно ширина, много существующих ГРИП-систем, особенно в Штатах, ее используют. Есть достаточно широкая документация по этой системе, Адаптация истинующих программ для выполнения этой системы для выполнения этой системы достаточно легких. Криптовая система стилька до сбой, сбой на окремом численном узле окремого подзавдания не призволить до зупинки выполнения всех решений завданий. Криптовая система должна выполнить паралетные, и распределения в любых комбинациях, посвятенностях, создания на разных, как гомогенных, так и гетерогенных системах наступной стратегии. Загалом, в загальном случае, схему системы Контакт можно понимать таким образом, что есть узол проведения заданий, то есть, из которого эти задания запускаются, на которых они помещаются в черву, и эти узлы связаны с мережей. Бережа, до речи, может быть с любой структурой. И далее, обчисливые узлы, которые могут быть как окремыми рабочими станциями, так и целыми пластерными системами, то есть иерархия может быть много раз. Для того, чтобы выполнить свое какое-то задание, и проведение системы Контакта, нужно его педагогировать. В нашей работе было использовано распределение обработки данных, распределение обработки данных, распределение обработки предпочитает то, что из одного великого задания формуется набор независимых, между своими маленькими пяти заданий, которые выполняются на окремых обчисленных узлах, независимо один от одного. По завершению их выполнения, окремые обчисленные узлы передают свои результаты на фарма сервер, которые делают кинцевую угроку результаты, создание кинцевого результату, постпроцессу, мусловия и тому подобное. Для того, чтобы выполнить задание, нужно, по-перше, распределение задания, нужно, по-перше, задать какие-то правила формирования независимых педзаводаний. В нашем случае, это была написана программа генераторов педзаводаний, которая из одного великого задания формировала независимых педзаводаний. Кроме того, нужно задать условия, параметр, как выполнить эти задания на окремых обчисленных, и обеспечить доступ до этих педзаводаний, как правило, в этой педзаводанной мереже, в использовании мережевых педзаводов системы NFS. Кроме того, Condor мае свою властную систему передачи педзаводов между узлами, которые обеспечены на управлении этой системы. Система Condor файл от насоса. Далее, нужно подготовить и создать выполнение файл программы, который будет выполнять в этом окремых обчисленных задания. Далее, нужно создать файл описания задания. Ну и, если мы должны подготовить выполнение файл из заданий и файлы, то набор завданий помещается в червь. Он в мою специальную команду. После выполнения завданий, в зависимости от параметра, файлы, которые в результате взбираются назад на сервере, и мы на их основе можем выполнять с консервием. Далее, мы приведем, например, из этого внутреннего кондоревского файлового обеспечения задания, в котором задаются все параметры. Например, задается выполненный файл, который нужно выполнять на окремой обчисленной станции. Далее, передается параметры, как средствующие, в которых есть несколько, в зависимости от задачи, то распределение, то есть параллельные, то есть нужно переселать файлы, то есть нужно контролировать выполнение и так далее. Они имеют такие вот свои названия. Задаются файлы, сюда записываются логи, про помилки, чтобы выбрать входные и выбрать файлы. Далее, задаются аргументы, с которыми выполнять окремое задание. В нашем случае, по обработке с оборудованием, аргументом до выполнение задания было номер процесса. То есть номер задания, который выполняется. Програма, имея этот номер, брала соответствующий файл входного задания. Таким образом номером. Далее задаются еще параметры передачи файлов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И последний виток, это поместить в чергу, вот там, кто же, это два независимых задания, вот такого типа. Продолжение следует... Таких, ясных делок, и для оборудований окремих в виконавчиках файлов может быть много. Вони описываются в том порядке, в котором они выполняются, и могут быть с разными правилами. Теперь, что касается того, что мы сделали. Розподелена обработка астровых изображений. Сейчас великого обширения у нас были электронные карты, системы дистанционного задания Земли, геоинформационные системы. И с современными возможностями, когда практически вся территория планеты Земля снято с спутниками с очень высоким эрозийным задатностью, когда мы хотим анализировать эти данные, то мы стыкаемся с очень большим обсягом данных. Поэтому выполнять такие задания против таких изображений на окременных компьютерах занимает очень долгое время. И выход – это формирование, это представление изображений производительных числов с независимыми подцентрами. Так как это изображения, то их можно просто поделить на окремые части изображений и обработать независимыми отоменными. Независимыми подзадами являются шляхом регулирования, и результат являются шляхом объединения этих окременных подзаданий. Остском, после объединения Утворение за результатом потребуется постпроцессинг для того, чтобы уникнуть разных негативных действий на краях, как изображен, когда обработка, по сравнению с тем, как обработка была целого изображена. По постпроцессинг при оптимальном выборе параметров обработки независимости от задачи, занимает много меньше времени. Таким образом, мы можем сделать это в результате. В следующем случае, схема работы проекта обработки забрания. Входить через генератор заданий, утворються независимо от задачи. В ходе независимо от задачи собираются двоих файлов нашей организации. Файл самого изображения и файл опису параметров. Далее, все задания управляются рекомендацией программы, создаваются кинцевые результаты, которые объявляются и формуются кинцевыми результатами. Если мы будем делать это в детали, то сама сегментация с обработкой, что происходит с обработкой, как и в принципе, достаточно эффективной. Его основа относится к теории графика. Тут так коротко. Далее. Параметр сегментации используется за кольровыми характеристиками, кроме того, за текстурными характеристиками. Ну и на основе этого резервного проекта, в котором обработаны расположения, дистанционное задание земли. В следующем слайде. Ну и коротко. В общем, результаты той сегментации. По кликах можно увидеть, как выделялись отдельные области этих зображений. Параметры сегментации еще нужно восстанавливать. Креператы. Накроизводятся филеологические характеристики и текстурные характеристики. Если это изображение в высокой результатности, то можно использовать еще и текстурные характеристики этих зображений. Ну, если коротко, то все. Питание. Я формую какие-то задачи. Я задаю параметры, которые должны отвечать. Вот мой класс, скажем так. Какие ресурсы я хочу под него выбирать. Правильно? Так, так. Может стать такая ситуация, что ресурсов на классе не будет. Ну, я запрошу очень много людей. Но это задачи не выполняются. Какого плану? Ну, в принципе, так. То, а если специально задать эти параметры. Мне нужны такие большие ресурсы, которых нет, то они, в принципе, не выполняются. Задание остается в черзи с статусом умилки. Не можно выполнять, потому что... Да. Або по тайм-ауту. Там очень широкие возможности. Очень много этих параметров есть. По замовчению эти параметры не задаются. И задания выполняются на определенных машинах. Протягом какого-то лимиту часа, виделенного. Там, допустим, если обычные системы, которые выполняются в интернете, например, то, что так же можно этот системный контракт налаштовать. То, допустим, нужно выполнять набор задач. Кто первый вернулся, то это задание получалось. Можно сказать, что одно и то же самое задание выполняется на некоторых машинах для достоверности результата, чтобы какой-то неведомый, который участвовал вузом, не дал неверного результата. Проверяется по часу выполнения. То есть, если какой-то участвованный вузом получил задание, которое, в принципе, теоретически неможливо развязать за одну секунду умов, то, если он передаст результат за короткий час, то, значит, точно какой-то шкодливый результат. Потому что это много там разных законов. Что это перевернуло? Если результат, скажем, из двух или из трех обчисленных узлов удалился одинаково, значит, этот результат правильный, его можно приймать. Спасибо. Остальное питание. У системы контракт ніяк не углезли. Упроводить задание не углезли. Упроводить задание. Это может быть любое задание в принципе. Это проект, который мы реализовываем. Это упроводить разрушение дистанционного задания. Масивно. Так и делаем. Упроводить задание. Масивно. Упроводить. 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 По-моему, все-таки КРУСКАВ, а не КРАСКАВ. Ну, сколько я математику имею в виду? И так, и так. В моих часах он был КРУСКАВ. И что, ангийской мовой, навчеством? Он не ангийской. Ну, хорошо, но мы говорим о том же. Значит, слава Богу. Значит, еще мои знания не застарились. КРУСКАВ, значит, КРУСКАВ. Дуже дякую. Сидун. Сидун. Покористание обчисленного пластера ОС-Линус в высшем навчальном законодательстве. У нас такий хайпер-комодатель. Покористание обчисленного пластера. 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 В общем, существует целый класс ООН, которые позволяют делать эти обчисления, а также реализовать параллельные алгоритмы. Это так называемые суперкомпьютеры. Но важность такого суперкомпьютера может быть от нескольких тысяч долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Конечно, для одного курса университет не смог позволить себе купить суперкомпьютер. Тоді ми почали пошук альтернативных решений. И есть загальновидомое альтернативное решение – это построение кластеров для обчислений. Будь ласка, следующий слайд. Что такое кластер? Обчисливальный кластер – это обчисливание узлов. В роли обчисливания узлов могут выступать любые PC. То есть это могут быть звичайные десктопы, даже не очень сильные, которые выполняют распределенные создания в параллельном режиме. Продуктивность таких систем может быть на несколько порядков выше за продуктивность даже сильного сильного компьютера. Каждый обчисливающий узлов имеет свою оперативную память, працюет под управлением своей операционной системы, потребует специального программного обеспечения и достаточно тонкого налаштования. Доступным в реалях университету навчального процесса решением было подбудование кластера на основе компьютеров в навчальных лабораториях. Такий кластер, который используется на основе загальнодоступного аппаратного обеспечения широкого вжитку, имеет название БООВУЛЬТ. Речь о том, что как назывался один из кластеров, который был построен в центре Годерна в НАСА еще в 1994 году. Облаштование кластеров на основе таких машин было достаточно дешево. Например, мы уже мали аудиторию, комплектованную компьютерами, поэтому задание произошло для того, чтобы объединять их в мере и налаштовать их. Будь ласка, мне тут не слайд. Ось комплектация нашей лаборатории. Это в классе помещено 6 гузлов. 6 комплектации вверху. Это обчислювание гузлов и один более мощный компьютер, который выполнил роль как обчислювального гузла, так и керуючего гузла. Таким чином, 7 компьютеров, включаясь керуючи гузлов, были объединены за допомогою мережи единого бита-зернета. Взагалі-то, это не лучший вариант для реализации, но это был един доступный вариант в наших реалях. Взагалі, кластери, майте на увазі, що кластери будуть завжди реалізовуватись на операционной системе Phoenix, тому що це так повелося із перших кластерів, але зараз з'являються коммерційні рішення, зокрема, рішення від компанії Microsoft на основе Windows 7. И тому деяких наших вкладачів, вони наполягали, що нам потрібен кластер саме на Windows, тому що курс программування викладається під Windows, і тоді ми вирішили провести такий експеримент. А чому б не порівняти потужність і продуктивність на обох системах, якщо вже треба розгортати на Windows? Будь ласка, доступний слайд. Ось схема нашого кластеру. Існує три кілька вариантов реалізацій. Ми будемо на той варіанті, коли кластер з'явлений, є віта земле, це Private Network. І є Public Network, це та мережа, яка з'єднує виручий вузол з інтернетом для віддаленого керування, це раз такі още, та отримання результатів в числень десь за межок університету. Будь ласка, наступний слайд. Ось переглядальні платформи, які ми обрали для реалізації. Одразу, так, одне слово, чому Windows 2003 сервер, тому що ми мали на нього ліцензію через MSD Academic Alliance. Є вже спеціатизована система Windows PC сервер, але ми не стали зциклюватися, тому що почитали тести, вони не дуже сильно відрізняться, що б там не казав Microsoft. Будь ласка, далі. Ось, що нам було потрібно для реалізації Windows сервер-кластеру. І тут ми стикнулися з дуже зборохом, цілим ворохом проблем, тому що спочатку почалося те, що нам був потрібен тільки Windows сервер. На російської версії серверу нічого не працювало, бо потрібні доповнення від компанії Microsoft, а компанія Microsoft їх під російську версію ніколи не випускала. Потім почалися проблеми із Microsoft сервер, тому що при встановленні середовища програмування Microsoft сервер були виконовані і ставилися нашим місцем вітер-кластер-факт. Те ж саме виявилося і знецем'єю. Тому це процес, який повинен буде виконуватись у два кліки, а у нас зайнях кілька тижнів на полегової праці, пошуку, які там можуть бути помилки, вони дуже неінформативні. І коли ми все це завершили, ми приступили до реалізації кластеру на NIC-систему. Ласка, далі. Ось перелік того, що нам знадобилось для того, щоб організувати взаємодію на Ubuntu 1110. Взагалі-то перша спроба була побудувати на NIC-4, але коли ми вже переходили цієї зими на більш оновлену систему, ми його використали Ubuntu 1110. Бізниця невелика. Організація OpenSSH доступу авторизаційно-заключами, щоб керуючий вузол міг прививати процесами на обчислювальних вузлах. Та організація мережевої правилової системи. Взагалі-то вона не обов'язкова, але досить проблемна покласти по тому самому шляху програму, де вона лежить на керуючому вузлі, щоб керуючий вузол міг звертатись, просто посилати вже строгові шляхи, і програма виконувалась. Якщо це 6 машин, це не проблема, якщо це 10, 12 машин, запустити простенько якусь програму на те, це вже кілька хвилин роботи, воно того не коштує. Ми організували монтування цієї системи, зробили це дуже просто, і вона виконувалася через мережу, теж достатньо швидко, майже не мала ніяких таких проблем, навіть з латинністю. Будь ласка, далі. Це загальне для вог-пластерів, і на Windows, і на Linux нам було потрібно встановити комбілятор для програмування, які підтримують роботу з бібліотекою MPI. Власне бібліотекою MPI, це Message Passing Interface, бібліотека обмінно-міжпроцесорними повідомленнями. Бібліотека OpenMP, вона не є обов'язкова, але якщо у нас були машини, вони мають покілька ядр, це два обчислювальних ядра у більшості, тому вона нам знадобиться для організації гібридного підходу до паралельної обчисли. Та паралел – це Parallel Virtual Machine, це той інструмент, який дозволить нам розпараленувати системи комп'ютерної математики. Будь ласка, далі. Продуктивність пластера теоретична розраховується за такою простенькою формулою, яка це є 1,8 – це частота, то це сиро в мігерцах, 14 – це кількість ядр, задіяну в пластері, і 4 – це кількість потоків виконання операції за підтримки хайпертрейдів. Чому я вам казала, для п'яти вузлів, тому що ми проводили тест на п'яти вузлах перші, бо на Windows ми не могли порівняти, бо їй було потрібно збільшити об'єм оперативної пам'яті. Для Windows це не було потрібно, але щоб результати були вже чистими, для чистого експерименту ми зробили і те, і інше на п'яти вузлах. Будь ласка, далі. І отакі от, які отримали результати, це лінбак. Це результати тесту лінбак на різних розмірностях матерець. Видно, що Windows при невеликих розмірах програми є дуже слідтєво, при більшість розмірах програми не так помітний, але зауважте, що кластер на Ubuntu, він не був тонко налаштований, тобто це як є. Ми поставили і протестували. Тому він ще потребує налаштування, ще потребує оптимізації алгоритмів, які будуть виконуватись на цьому кластері. Так от, щодо продуктивності. Продуктивність самих бібліотек декларується однаково на будь-якій системі, а відкриті вони для дуже широкого спектру систем. Продуктивність самих змог програмування, вона теж є однаковою, якимось компілятором. Це, звичайно, має значення, але не таке вже серйозне, не таке вже критичне в нашому випадку. Тому можна сказати, що в даному випадку на одній тій мережі, на одному залізі, ми маємо різні результати тестів, тому що у нас різна операційна система. Чому це так? Ми одразу поставили питання. Тому що єдина відповідь, яка взагалі так є прозоро-очевидна, можливо, є ще якісь причини, але Windows піднімає дуже багато сервісів, які там зовсім не потрібні. Там, починаючи від гіалітичного інтерфейсу, дуже організації файлового обміну, організації видачі IP-адресів, які дуже сильно мають і процесорний час, і операційну пам'ять. Так у порівнянні веде себе кластер. Ще був досвід розгортання кластеру на основі Pelican, HPC, GNU, Linux. Це система, вона загалі для високонагушених, високо таких продуктивних числень. Вона може стартувати як без дискова станція, тобто завантажується людей в сіті і організується обчислення. Вона, звісно, ніяке порівняння з цими і не йде, тому ми навіть її не переводили, тому що вона загалі сама по собі займає в оперативній пам'яті 40 мегабайтів. Це інше доступно для паралельної програми, вона виконується неповно, вона збирає усі ресурси системи. Добру продуктивність, високу продуктивність демонструють ще системи на Центу ОЕС, і ми маємо в планах протестувати ще таку продуктивність. Загалі, при організації паралельних обчислення ми очікуємо суттєвого збільшення швидкості виконання різних завдань. Досвід показує, що все буде залежати від того, наскільки оптимізований алгоритм. Якщо алгоритм не оптимізований, ми можемо отримати навіть зниження продуктивності у порівнянні з однопотоковим виконанням на одному процесорі, на одному обчисленому ядрі. І ще однією проблемою паралельних обчисленнях таких і на кластерах, зокрема, це є нестабільність результатів, особливо, коли результати повинні бути в високої точності. Тому що, якщо ми розпаралелюємо задачу, то деякі процеси можуть викликсовувати для своїх результатів вже застарілі дані. Інші будуть використовувати в залежності від архітектури алгоритму і вже застарілі дані, і найновіші дані. І запустивши програму деякі рази на обчислення одну і тужно, а в тому ж залізі, на одні ті ж наречі ми можемо отримати різні результати. Вони будуть відрізнятися не суттям, але це може бути критично. Будь ласка, далі. Такі от висновки обчислювальні класки можуть стати замінною суперкомп'ютерів, коли немає доступу до такої техніки. В залежності від кількості вузлів, від оптимізації алгоритм, від мережі, яка використовується, бо вона є найвищим місцем дуже часто, вони можуть з успіхом заміняти суперкомп'ютери в межах навчального процесу в університеті та навікової діяльності. Ність системи є основною платформою, і наш досвід, нашого університету показує, що розвертання на Windows є досвідно логічним, дуже складним і, взагалі, пограєм. Процес розвертання кластеру на основі Linux добре документований, він логується, тобто можна прочитати логі кожного етапу, тому він прозорий та досвід простий, більш простий, має меншої клапи. Те на сфере було видно, що він більш проективний. Я дякую всім за увагу, будь ласка, дякую. Дякую. Раз у вас одновременно на класті виполняється учебне задання студентів, на ОБІОНГ, годів два назад, тобто просто місяць презентациями вкладається. Мой савтор по сьогоднішній презентации